В гимназии номер 10, расположенной на улице Революции в Новосибирске, пожар случился в подвальном помещении, которое, как выяснилось, образовательная организация сдавала в аренду участникам. Площадь пожара 100 квадратных метров, эвакуировано 802 человека, в том числе 723 ребенка. Один человек рабочий, к сожалению, погиб. Полагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ. Проводится анализ действий при пожаре, результат будет доведен дополнительно. Позже стало известно, что погиб 65-летний, исполняющий обязанности директора школы охранников АББ «Профи». Это коммерческое предприятие и арендовало подвал. И хотя их помещение имеет отдельный вход, у многих возник вопрос, как можно готовить охранников и детективов, обучать их стрельбе из боевого оружия в непосредственной близости к детям. И вот результат такого соседства. Два дня гимназия находится на дистанте. За выходные дни провели, заказали клиник, провели уборку. За два дня, понедельник-вторник, Роспотребнадзор сделает замеры воздуха в помещениях. И после этого гимназия полноценно приступит к занятиям. Губернатор Новосибирской области был немало удивлен такой расточительностью, с которой руководство гимназии номер 10 использует и ее же помещение. В Новосибирске во всех практически школах жесточайший дефицит площадей и для основного обучения, и для дополнительных занятий. Почему на этом фоне в 10-й гимназии нашли вдруг возможность отдать каким-то частникам помещение – большой вопрос. Мы задали этот же вопрос мэрии Новосибирской. Ответ получили из департамента образования, в котором говорится о том, что гимназией номер 10 на основании устава. В этом году заключен договор аренды объекта недвижимости площадью более 200 квадратных метров, расположенного в подвале здания по адресу улица Революции 31, со школы частного сыска и охраны АББ-Профи. Договор действует с 1 августа 2023 года до 2028 года. К тому же данная организация арендует это помещение в гимназии с 2004 года. Проверки помещения на предмет соблюдения правил техники безопасности, САНПИН и пожарной безопасности проводились соответствующими надзорными органами с установленной периодичностью, говорится в сообщении. Про дефицит учебных площадей, на который ссылался глава региона, в ответе не значится.